Что представляет из себя новинка Хайон Инспирой Q11K? И так ли он хорош на самом деле? Привет! С вами по-прежнему Арталаски, и сегодня мы подробно рассмотрим новинку от компании Хайон. Если кто не в курсе, эти ребята достойные конкуренты вакууму, благодаря отличным соотношениям цена-качество и наличию инновационных технологий в своих устройствах. А начнем мы традиционно с распаковки. Коробка имеет внушительные размеры и бережно завернута в несколько слоев пленки счастья. На задней стороне коробки можно прочитать основные характеристики устройства, а на боковой серийный номер. Крышка коробки запечатана с двух сторон вот такими наклейками, которые лучше разрезать ножом, а не отрывать. Под крышкой нас ждет гарантийный талон и сам планшет, под которым аккуратно организованы аксессуары. Каждый из них упакован в отдельную стильную коробочку с логотипом, что, признаться, меня немного удивило. Подставка для пера, вмещающая также до восьми сменных наконечников, которые, кстати, идут в комплекте, и плюс один уже находится в самом стилусе. Что насчет него? Несмотря на свой немаленький размер, он реально очень удобный. Он отлично лежит в руке, немного тяжелее обычной ручки, но рисуя им неотрывно в течение шести часов, я не заметил каких-либо неудобств. К слову, чувствительность пера составляет 8192 уровня, нечувствительна к наклону и вращению. Работает без проводов и сменных батареи, но требует подзарядки аккумулятора спустя 800 часов работы. Доряжается стилус чуть больше часа и уходит в спящий режим спустя 10 минут без действия. Кстати, на пере есть световой индикатор, который оповестит вас о том, что перо скоро разрядится, или наоборот уже зарядилось. Далее коробочка с проводами. Один кабель для подключения планшета к ПК или ноутбуку, второй кабель для подзарядки пера, также через USB. Самая длинная коробочка содержит в себе стилус, сменные наконечники, ну и конечно же USB приемник, с помощью которого планшет будет работать без проводов до 50 часов. Конвертик с драйверами на диске мне не пригодился, так как CD-ROM у меня нет, но к счастью драйвера можно без проблем скачать с официального сайта. О чем, кстати, написано в книжке с быстрым стартом. Русский язык присутствует как в ней, так и в программе для настройки планшета, на котором сейчас остановимся подольше. Прежде чем я перейду к характеристикам, хочу сказать, что мне действительно нравится в этой штуке. А это супер гладкая поверхность планшета с идеальным комфортным скольжением пера без царапин и раздражающего шуршания. 8 экспресс кнопок расположены довольно удобно, а если вы не собираетесь ими пользоваться, их можно просто отключить. Размер устройства 390 на 223 мм, а рабочая область занимает 279 и 174 мм. Этого более чем достаточно, как для новичка, так и для профессионала. Разрешение 5080 LPI и время отклика 233 точки в секунду в беспроводном режиме. В сочетании с шикарным стилусом делают эту модель очень достойным конкурентом, который идеально подойдет для рисования, 3D моделирования и цифрового скульптинга. Планшет работает как на Windows, начиная с 7 версии, так и на Mac OS, начиная с 10.11. Мне лично эта модель очень понравилась, и на сей момент она является одним из моих основных инструментов для работы. Поэтому я уверенно рекомендую его к покупке всем, кто хочет качественную модель с отличными характеристиками и комфортным использованием. Приобрести данный планшет можно по ссылке в описании у официального представительства компании HION в России. На этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь и ставьте лайк. Ну а с вами был Арталаски. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok